Два года подряд в Сарове регистрировали случаи заболевания бешенством и вводили карантин. До сих пор на территории нашего города могут оставаться переносчики этого смертельно опасного заболевания. Чаще всего это лисы. Сейчас у нас весна. Выход молодняка лис из леса снова ближе к людям. Может привести к тому, что снова может быть зарегистрирована бешенство на территории города Саров. Ни в коем случае нельзя допускать контакта своего домашнего животного с лесным зверем, который ведет себя подозрительно. К тому же не нужно оставлять еду диким животным на улице. Не подкармливайте лисы, потому что наблюдали случаи, когда люди специально приносят еду и подкармливают диких животных. Районы города, которые примыкают к лесомассиву, не прикармливайте домашних животных, потому что этим вы можете спровоцировать приход из леса диких животных. Единственная верная защита от бешенства – это вакцинация. Привить своего питомца можно бесплатно в государственный ветвь лечебницы Сарова. Иммунитет против бешенства устанавливается в течение 30 суток, если это вакцинация первичная. Если это повторная вакцинация, то выдержка такого животного примерно около 10-14 дней. За 10 дней до прививки животное нужно обработать от глистной инвазии с помощью специальных препаратов, которые продаются в любой ветаптеке. Саму прививку животное переносит легко. Сделать ее стоит не только собакам, но и кошкам, особенно если они могут уходить из дома. Телефон для справок – 49 200. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.